И склеймер. Все сказанное на ютуб-канале Гиперборей является личным мнением автора и ведущего Вадима Борейко, а также личным мнением приглашенных спикеров. Максим Галкин все-таки выступит в Астане и Алма-Аты. Замена министров и замена бордюров. Что общего? Командира полка патрульной полиции Шепкенда уволили за борьбу с коррупцией. Училь сбор уходит от скляра в комитет госдоходов Минфина. Полицзаключенные Тукаевского призыва. Общий привет! До старт! С вами я, Вадим Борейко и канал Гиперборей. В эфире рейтинг главных событий недели. И сегодня мы его проведем с политологом и гражданским активистом Санжаром Букаевым. Сначала давайте поздравим Санжара с тем, что его ютуб-канал пересек отметку 100 тысяч подписчиков. И подписывайтесь на этот канал, а также на его инстаграм. Там фолловеров гораздо больше, свыше 180 тысяч. А также на фейсбук. Все ссылки я оставлю в описании к этому ролику. Подпишитесь и на канал Гиперборей, если вы у нас впервые или еще не успели этого сделать. Нажмите на колокольчик. Это уведомление о новых выпусках, которые вы будете получать. Ставьте лайки. Чем больше вы их ставите, тем чаще ютуб показывает этот контент на своей главной странице. И вы таким образом своими лайками расширяете нашу аудиторию. Ваши комментарии и размещение ссылок в своих социальных сетях, чатах и мессенджерах также поможет этому видео в продвижении на ютубе. Я никогда не устану вас благодарить за ваши донаты. Копков, Рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем Гиперборей вместе. Начинаем. Санжар, добрый день. Приветствую, Владимир Николаевич. Всем добрый день. Неделю назад наш обзор мы с Досомом Садпаевым начали с темы возможной отмены концертов Максима Галкина в Астане и Алматы. Акиматы обеих столиц морочили голову организаторам, начиная аж с марта этого года. После обращения Максима к казахстанскому зрителю на прошлой неделе в инстаграме, где он рассказал о том, что местные власти препятствуют его приезду в Казахстан, а в наших социальных сетях поднялась волна возмущения, и в пятницу, 8 сентября, Максим выложил еще одно обращение казахстанцам. Посмотрим. Мои дорогие зрители в Казахстане, я вас искренне и от всего сердца благодарю за ту большую поддержку, которую вы мне оказали. Нам удалось разрешить все недоразумения, и концерты в Алматы и Астане состоятся. В Астане концерт пройдет 8 октября, в Алматы не 6, а 9 октября. Я вас с нетерпением буду ждать на концертах, и прямо сейчас размещу в сторис ссылки на продажу билетов. 8 и 9 октября я в Казахстане. До встречи. В ночь с пятницы на субботу организатор выступлений Галкина Алексей Пучков написал в фейсбуке. Это невероятно. Более половины билетов на концерты Максима Галкина в Алматы и Астане раскуплены за первые 24 часа с момента открытия продаж. Вот это поддержка, вот это любовь к артисту. Всем огромное спасибо, вы крутые. Ну что, сделаем солд-аут, то есть полную продажу за 3 дня. Билеты можно приобрести на сайте topbillet.kz. Видимо, для баланса 5 октября в Алматы выступят камызяки во главе с Азаматом Масагалиевым. Астраханские комики только что побывали на востоке Украины, оккупированном Россией, и выступили на концерте по случаю 80-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Вы действительно все приехали. Оно очень впечатляет. Место реально трогает за душу. Мы еще узнали много историй, связанных с этим местом. И, честно говоря, когда рассказывали, были аж мурашки по коже. Что могли бы пожелать жителям Донбасса в эту важную дату для нас? Мира. Ну, самое главное, мирного неба над головой. И здоровье, и улыбок близких обязательно. Это самое главное, что есть вообще в любое время у любого человека. Это самое главное, самое ценное, чтобы в семье все было хорошо. И самое главное, были здоровы и счастливы. На их алматинский концерт большинство билетов тоже проданы. Саджар, сразу два вопроса. Как вы прокомментируете социальную активность казахстанцев? В вопросе вот всех этих концертов, это же не первый раз. Помните, как в июне отменили Лепса и поддержали БИ-2? А с другой стороны, что скажете про такой широкий вкусовой разброс наших граждан? Владимир Николаевич, я вижу два позитивных момента в данном случае. Первый заключается в том, что когда наше общество консолидированно выражает свое мнение или свою позицию, то власть в целом прислушивается. Понятно же было, что данное решение об отмене концерта Галкина принималось не Акиматом Алматы или Астаны. А кем? Принималось значительно выше в администрации президента. И увидев большое количество недовольства со стороны граждан, они поняли, что сейчас это приведет еще к большему какому-нибудь напряжению. Поэтому казахстанцам нужно понимать, что нас слышат, и нам нужно чаще и активнее выражать свою позицию или же недовольство в отношении тех или иных событий в нашей стране. Во-вторых, я вижу позитивный момент для самого Галкина. Я лично даже не знал, что он приедет без этого конфликта. Многие казахстанцы и не узнали. Я и не был никогда его поклонником, но в данном случае мне даже захотелось его поддержать, купить билеты. То есть наша власть сделала для него такой сумасшедший пиар, что о нем написали десятки тысяч казахстанцев, да давайте поддержим и так далее. А наши власти в очередной раз показали, наверное, свою зависимость от позиции Москвы. Понятно, что наши власти не хотят как-то вообще муссировать тему войны. И в данном случае приезд российских, неважно каких звезд, он получил такой политический окрас, связанный с войной в Украине. Вот поэтому и сейчас ситуация с этим Мусагалеевым, который вдруг срочно выехал туда, возможно, это прописанный сценарий для того, чтобы посмотреть, да, а как теперь будет с Мусагалеевым. Российские власти вывозят его туда и теперь ожидают и наблюдают, как поведет себя казахстанское общество, как поведут себя казахстанские власти в данном случае. Ну, камазяки, они все-таки не такие отбитые Z-артисты, как тот же Лепс, допустим. И вряд ли тема войны как-то прозвучит в их выступлениях, я не думаю. А там в России, наверное, всех нагнули, все проходят через это артисты, которые там остались. Да, я думаю, что именно так и будет, что они ни слова не скажут относительно этой войны, иначе они навсегда закроют двери себе, Казахстан, и казахстанские зрители уже никогда не будут их поддерживать. Но вас не беспокоит вот такой все-таки раскол в обществе по поводу отношений к войне? У нас запутинцев-то хватает? Владимир Николаевич, хватает. Это было ощутимо с первых дней, как только российские войска вступили на землю Украины. Сразу же было понятно, что казахстанское общество тоже имеет свой водораздел, кто за, кто против. И это связано с этническим составом нашего общества. Это вполне естественный такой процесс, поэтому я думаю, нам нужно всем быть более толерантными в этом отношении, спокойнее относиться к каждой из позиций. Ну, я надеюсь, что и на том, и на другом концерте обойдется без эксцессов. Начиная с субботы, наш канал непрерывно комментирует как послание президента, так и назначение министров Акимов и реорганизацию в правительстве. Уже вышло целых шесть выпусков. Выступили и политолог Досим Садпаев, и экономист Тимур Сакенов, и фермер Алмазбек Садербай. Сегодня мы, наконец, подведем черту под этой темой. Мы с вами проводили аналогичный обзор событий на тему тайно-частое замены бордюров. И мне тут пришла в голову очень простая аналогия замены бордюров и замены министров с Акимами. Помню еще вот при советской власти, как министры, так и первые секретари обкомов, что в Казахстане, что во всем Советском Союзе, они сидели десятилетиями. И примерно столько же десятилетия служили и гранитные бордюры. Ускоренная ротация и тех, и других, и биологических, так сказать, министров и каменных бордюров началась при Назарбаеве. Но при Токаеве срок годности и того, и другого, он так ускорился и сократился до одного-двух лет. А в случае вот с последними министрами культуры Ураловым и экологии Зульфии Солюмировой, вообще до срока беременности, до девяти месяцев. Сажар, вот задам вам такой вопрос. Токаев еще в самом первом послании в девятнадцатом году обозначил промежуточную задачу сократить бюрократический аппарат к 2024 году на 25%. 5%. Да, но известно, что у нас аппарат сокращается путем размножения. И Токаев потом постоянно в следующих посланиях и выступлениях возвращался вот именно к этому показателю. Пожалуйста, сравните, сколько было тогда министерств четыре года назад и сейчас. Владимир Николаевич, на самом деле, если анализировать деятельность Токаева как президента, то кадровая политика является самой провальной в его деятельности по сравнению со всеми другими. Там экономическая, политическая, другая. Она самая провальная, потому что он не сделал ровным счетом ничего для того, чтобы подготовить по-настоящему нужные кадры. А кадры, как известно, решают все. А у него есть и агентство по делам госслужбы. Извините, есть академия у нас, да, госслужбы в Астане. То есть есть все, казалось бы, институционально есть все для того, чтобы готовить эти кадры. Однако нет ничего, знаете чего? Нет самого главного. Нет у власти и у самого Токаева запроса на честные профессиональные кадры и, самое главное, руководителей. Ведь у нас, если посмотреть, то первым делом, первый пункт, который необходим для власти при подборе необходимого руководителя, первый пункт звучит как лояльность, второй пункт как беспринципность, готовность на все ради власти. И третьим пунктом, если он еще и что-то понимает в этом, то классно, короче. Если нет, то, ну ладно, ничего страшного, он там походу чему-нибудь научится. И так получилось, что у нас было всего лишь 17 министерств до, я помню, той реорганизации правительства 2014 года, когда сократили до 14 министерств, но выросло количество комитетов при этом. Потом из 14 министерств, сейчас у нас 21 министерство, то есть уже даже не 17. А количество госслужащих, которое составляло по официальным данным порядка 89 тысяч человек, уже превысило 90 тысяч, и по некоторым данным ближе находится к 100 тысячам. И агентство по делам госслужбы, если заметите, даже в своем ежегодном национальном докладе о состоянии госслужбы, никогда не дает точную цифру по количеству госслужащих. Вот это вот прям какая-то для них тайна, либо они боятся показывать президенту, насколько быстро они отпочковываются, насколько быстро размножаются и растут, несмотря на поручение Тукаева. И опять-таки за этим поручением, как ни странно, никто не следит, нет абсолютно никакого контроля. И для того, чтобы мы, наверное, не были с вами чисто как все время критикующими в качестве рекомендации, поизучают пусть опыт штатов, стран Европы. Они отдали HR госслужбы на аутсорсинг частным компаниям, более эффективным. Это не основной профиль госслужбы. Госслужба должна работать во благо страны, а не заниматься подбором персонала. Не умеет госслужба подбирать себе людей. Ну, так получилось. Это было при Назарбаеве так и сейчас. Отдайте, пригласите международные компании. Они по лучшим практикам хэдхантинга будут из частных компаний привлекать классных специалистов. Они не заинтересованы в том, чтобы там где-то были чьи-то интересы. Частные независимые компании будут подбирать в соответствии с функционалом. И это, казалось бы, такая простая задача, которую они не видят. Нет, они будут дальше содержать тысячи людей в агентстве по делам госслужбы, в регионах, непонятно чем заниматься, выделять сумасшедшие деньги на эту академию госуправления. А извините меня, результата же нет. Поэтому вот такая маленькая подсказка в качестве рекомендации. Пусть они подумают над этим. Санжар, а куда заносить? В эти HR-компании? Нет, нет. Кто, чтобы кусок хлеба даст, вы что? В этом и есть самый большой плюс, что никуда ничего заносить не надо будет. Это должны быть независимые HR-компании с участием иностранных хороших специалистов. Если уж мы не можем назначить, пригласить министрами иностранцев, то давайте будем создавать такие агентства по набору госслужащих, которые будут работать прозрачно, открыто. И это значительно улучшит качественный состав нашей госслужбы. Прежде чем перейдем к качественному составу новых назначенцев, вы только что сказали фразу «Если уж не приглашать иностранцев». Один-то есть новый назначенец, который непонятно, то ли иностранец, то ли наш гражданин. Я имею в виду Каната Шерлопаева, который назначен министром промышленности и строительства, стал главен нового министерства. А со 2 февраля прошлого года он возглавлял национальный управляющий холдинг «Батирек». «Батирек». Причем первой его задачей было вывести из-под санкций Сбербанк «Казахстан», что ему успешно удалось. Он стал банком «Береке», очищенным от подозрений. Но он вышел из российского гражданства, я только сегодня перепроверил, 18 ноября 1922 года подписал указ Путин о его выходе из гражданства. Таким образом, больше 9 месяцев национальный управляющий холдинг возглавлял российский гражданин и решал там задачу по спасению дочернего российского банка в Казахстане. Кроме того, на сайте «Батирека» сначала было честно написано, что он является гражданином не только России, но и Великобритании. Очень быстро эта надпись исчезла, но я ее зафиксировал и уже не раз показывал. И никакого заявления от Шарлопаева о выходе из британского гражданства не было. У нас, напомню, двойное гражданство запрещено, что таким гражданство, как британское, не разбрасывается. Еще я вспоминаю, как Токаев выступал против двойного гражданства в 2020-2021 году. Помните, сколько шума стояло? Потом у нас в канале разоблачили Данияра Еринчинова, представитель Совета директоров Международного центра зеленых технологий, у которого было инвестиционное мальтийское гражданство. И прошел год, прежде чем он добровольно покинул свой пост. Год после того, как я огласил эту информацию. У меня тоже там доказон был железный. Что скажете по этому поводу? Да, действительно, Шарупаев имеет непонятное для нас еще гражданство третьей страны. Об этом он упорно молчит. Почему-то об этом молчат все наши спецслужбы. Любой гражданин Казахстана, который поступает на госслужбу, проходит спецпроверку. Спецпроверка – это не только его прошлое касательно наличия или отсутствия судимости. Это в целом проверка человека на безопасность для несения госслужбы. А такие люди, как Шарлопаев, каким-то образом получают портфели на триллионы тенге для управления, которыми вообще-то желательно бы иметь большие гарантии, чем просто гражданство Казахстана. Поэтому нужно, наверное, делать официальные запросы. Но у меня лично претензия больше касается его компетенции. Он финансист, он бухгалтер, если посмотреть на его специальность, он никогда ни одного дня не работал на производстве. Он не понимает ничего о промышленности Казахстана. И вот этот человек сейчас будет распоряжаться опять-таки триллионами тенге наших денег и каким-то образом развивать промышленность или строительство. Еще раз отмечу, он не имеет отношения ни к промышленности, ни к строительству. И сейчас вот каким-то образом наша кадровая политика методом случайного тыка вообще приводит на должность министров людей, чья вот и репутация, и компетенции, и профессиональные подходы вызывают очень много вопросов. Только 11 июля президент жестко прошелся по управленцам в Акимате Астаны. И все хорошо помнят его цитату про ТЭЦ возглавляет юрист, а горводоканал зоотехник. Давайте поговорим про компетенции новых назначенцев. Кроме Шалопаева, там же еще были весьма странные назначения. Да, на самом деле все какие-то непонятные лица. Я, допустим, ни с кем из новых назначенцев не знаком, но для меня понятие вообще сам принцип назначения. Тот казахстанский назарбаевский формат, когда каждая олигархическая группа пытается повлиять на кадровое решение и на нужные для них участки посадить своих людей. И в данном случае на должность министра папку президенту положить соответствующими служебными анкетами могут только премьер-министр на должность министра либо руководитель администрации президента. И понятно, что те олигархические группы, для которых наибольше всего важно иметь своего человека в профильном министерстве, а именно министра, они договариваются с руководителем АП, они договариваются с премьер-министром. И знаете, и каждый по-разному, кто голосует чемоданами, кто другими твердыми активами, в любом случае там идет очень большой торг. Я вижу, что та назарбаевская система назначения министров и акимов областей, она осталась. Я не знаю, как Тукаев вообще знает ли он, что имеется вот этот формат покупки должности, приобретения должности, как это, я даже не знаю сказать правильно, что он имеет место быть и что приближенные в этом участвуют, как это было при Назарбаеве. Но я вижу, что в данном случае в последний год-два усилился еще внешний, внешнеполитический фактор, когда нам навязывают руководителями, первыми руководителями госорганов уже даже не внутри элитные какие-то центры, а из России, из Москвы лоббируют людей. В том числе это может быть и в частности господин Шарлопаев. Президент поставил перед страной грандиозные задачи, которые потребуют тектонических просто сдвигов в экономике. Для этого нужна реформаторская команда правительства, которая бы просто объединяла общее целеполагание и взаимопонимание. Как это, например, сделал Назарбаев в середине 90-х годов. Вот мне рассказывали, ему очень нравился рынок, но он его не понимал, с какого боку к нему подойти, как не понимал и премьер-министр Терещенко. Поэтому бывший президент принял волевое решение, пригласил человека фактически из бизнеса, Акержан Макжановича Кожегильдина, и тот набрал министров тоже из бизнеса, которые уже понюхали жизни, как вот Алмазбек Судрбай говорил, то есть они были форцовщиками, знали, с улицы начинали фактически, поэтому знали людей, умели коммуницировать, вот, их потом назвали младотюрками, они провели реформы, ну, правда, потом президент с ними расправился, вот, говорить о некой команде Смаилова, у меня и раньше-то язык не поворачивался, да, а после вот такого перекопа, который случился в последние дни в правительстве, тем более, вот, нынешнее правительство с десятью новыми министрами, оно напоминает какое-то лоскутное одеяло, и меня не оставляет ощущение какого-то точечного лоббизма, это то, о чем вы говорили, я так понял, что слово торг вы упомянули в буквальном смысле, в буквальном, ну, я единственное, в чем с вами не согласен, что президент, он же не только на свет народился, Санжар, о чем вы говорите, он премьером работал, он в этой системе больше тридцати лет, неужели он не знал, как тут делаются дела? Я думаю, что он, конечно, знает все, он все еще пытается подобрать ключи, поймать какой-то внутриэлитный баланс, настроить правильно систему управления, и вот, казалось бы, уже скоро будет два года, как полнота власти в его руках, но ничего пока не произошло, он, как мне, видится, и ничего менять-то особо не пытается. Мне понравился ваш тезис относительно того, что целый глава правительства Смаилов не имеет своей команды. Я часто слышу от казахстанцев, вот на улице меня останавливают, говорят, ну что там, ну такая же что-то старается, да, просто у него команды нет. И мне приходится людям объяснять, что, извините, если он, проведент, не может создать свою команду, да, то о чем тут говорить? Тут даже в частной компании какой-нибудь один проект назначается руководитель проекта, он создает команду, если он не создал команду, то у него ничего и не получится, это всего лишь один маленький проект маленькой частной компании. Ну а если президент, извините меня, не может создать команду хороших управленцев, то это называется управленческая дисфункция, или же, ну, на простонародном языке управленческая импотенция. Поэтому здесь вот, ну, нужно четко разделять. А вы не знаете, какие ставки на посты министров Акимов сейчас? Владимир Николаевич, я только слышал, да, мы же с вами не можем себе позволить слухи, но в то время это было еще вот лет семь-восемь назад я слышал, что должность Акима области могла покупаться по цене от десяти миллионов долларов и выше. На паре отставок я хочу остановиться поподробнее. Обе произошли в Шемкенте. Сначала сняли Акима города Мурата Айтенова, я про это подробно рассказывал, это было ожидаемым, потому что летом был арестован его заместитель Максут Исхаков за коррупцию. В законе о госслужбе есть такой пункт. Если в частности заместитель Акима города республиканского значения обвиняет в коррупцию, то его непосредственный руководитель обязан подать в отставку после вступления приговора в законную силу. Это очень важно. В течение десяти дней после вступления силы. Ну, тут приговоры в отставку не стали, видимо, у Айтенова своих подвигов хватает, но вот в эти же самые дни был уволен командир полка полиции Шемкента Даниэр Мейрхан за дискредитирующие сотрудника полиции проступки. Каковы же были эти проступки? Департаменты полиции Шемкента сообщили, что сотрудники антикора задокументировали пакт получения денег в сумме 70 тысяч тенге инспектором этого самого полка патрульной полиции. Дисциплина комиссия решила освободить от должности не только командира полка патрульной полиции, а также двух его замов командира Лорты его заместителя и командира взвода и самого инспектора взяли под стражу. Сам же командир полка два месяца назад сообщал о коррупции в департаменте полиции Шемкента, который его уволил, писал в МВД и требовал прислать проверку и затем перестроив строго-настрого запретил своим подчиненным и брать деньги и давать наверх командирам. То есть это известные поборы. На видеоселекторе первый заместитель министра довел министра слова. Министр дает установку остановить все поборы, остановить все сборы. И моя задача, и ротных задача довести до всего личного состава. Я честно говорю, я признаю, работа есть. Но есть ротные, взводные, которые неправильно русло направляют. Поэтому сейчас всем вам даю такую установку. Если командир взвода, командир роты требует деньги, запишите его на диктофон. Все, этого достаточно. Запишите на диктофон, на сотовый телефон, скрытый, как они это делают в отношении нас. И тоже записывайте, я вам добро даю. Если хоть одну копейку командир роты, командир взвода взял, он на месте не останется. Я вам слово офицера даю. Вот очень похоже на справу. Два таких кейса. Санжа, скажите, как бывший госслужащий, справедливо ли увольнять руководителя за коррупцию подчиненного? И какие здесь могут быть нюансы? Владимир Николаевич, на самом деле, я считаю, что это справедливо, что первый руководитель, он все-таки как человек, который обязан выстроить работу и сделать это так, чтобы в системе не оказалось и даже свободного места, окошечка, маневра для коррупции? Вот все-таки иногда встречаются случаи, когда первый руководитель мог и не знать. Поэтому здесь, наверное, нужно в зависимости от ситуации более тщательно изучать сам кейс, что именно произошло. В данном случае Айтенова спасли на самом деле тем, что его убрали, спасли от позорного ухода из госслужбы. То есть если бы они еще подождали, пока прошло следствие, суд вынес решение в отношении его заместителя, то он обязан был уйти в отставку и это было бы для него фактически чуть ли не точкой в его карьере на госслужбе. Но его почему-то решили спасти, убрать до, и где он всплывет, непонятно, но пока что еще непонятно. Что касается вот этого начальника службы, то здесь конечно можно сказать, что это внутри элитные или же межредомственные войны. Допустим, в Южно-Казахстанской области, в Туркестанской области давно уже так повелось, что есть свои элитные группировки, которые вообще-то по своей силе влиянию ничем не уступают группировкам республиканского масштаба. Вот и они фактически диктуют и кадровую политику, и назначение, потому что для них доступ к бюджетам это основной вопрос, и они не становятся ни перед кем. А то, что начальник полицейской службы мог вполне быть добропорядочным человеком, о чем свидетельствовали многие информационные сигналы, можно поверить, что его таким образом зачистили. Многих ребят Владимир Николаевич умных с госслужбы зачистили, потому что сами руководители, сам госаппарат, он не готов и не способен слушать и смотреть, как приходят более молодые, толковые, талантливые, кротины, и они сразу же придумывают кучу и массу всяких причин и подстав для них для того, чтобы выдавить с госслужбы. Вот. Поэтому тут нужно углубиться и поизучать. Смотрите, ну все-таки закон обычно прописывает вот такие случаи. Если отдельно с каждым разбираться, то не нравится мне этот индивидуальный подход. Скажем, что касается вот таких чистых госслужащих, в законе прописано, кого и за что должны снимать. Там, какие области, если взяли заместителя или города республики. А в медистии госслужащих. Или руководителя аппарата там вплоть до Акимафрана. Там все прописано. А вот либо я закон до конца не дочитал, либо там этого нет. А вот что касается полиции? Водник, конечно, там нет касательно силового блока. Там в законе ничего не сказано. Потому что силовой блок, он как бы живет отдельно своими законами. Вот. Силовой блок считает, что они есть закон, и у них более такая военизированная система, когда вот любой приказ сверху исполняется, даже если это противоречит закону. Поэтому здесь удивляться нечему. Я думаю, что этот принцип срабатывает и все на этом. Ну, то есть то, что это не прописано в законе, не прописано, да, то есть это провоцирует произвол, то есть убрать можно любого, опираясь, да. Любого, любого можно убрать, на самом деле, даже с госслужбы, не только в силовом блоке. И он ничего не сможет сделать, он ничего не сможет сказать. Они ему говорят, ты либо молча уходишь, либо мы тебе закроем дороги везде. Мы вот в наших выпусках, посвященных посланию и назначениям, не обсудили одну очень важную тему. Реорганизацию в администрации президента. Объясните, пожалуйста, смысл ее и в чем цемент, что заместители руководителя администрации, их больше нет, их было шесть, а теперь, ну, почти все они стали помощниками президента. Да. Владимир Николаевич, на самом деле, вот я попытаюсь объяснить это изменение с позиции менеджмента и политологии. Вот есть понятие управленческая модель, организационная модель. И вот если посмотреть, то с 2008 года организационная модель администрации президента, она не менялась. И либо настал момент, когда старая система уже не устраивает Тукаева, либо они пришли к какому-то конфликту. Конфликт был на уровне функциональных разграничений. И они должны были вообще-то нарисовать организационную структуру администрации президента. Все, наверное, ее видели, если взять частную компанию. Там указываются в первую очередь ключевые направления деятельности компании. От этого приходит понимание, какой функционал необходим. Закрепляются четко руководители по направлениям и это позволяет исключить дублирование там функций. И вместо создания этой организационной работающей модели они почему-то меняют замруководителей АП на помощников и советников. Ведь если по логике подойти к этому вопросу, то согласитесь, помощники и советники ни за что не отвечают. Это люди, которые могут прийти, посоветовать, что-то написать, помочь, но в их функционале нет ответственности за тот или иной блок. А вот замруководителя администрации президента это как раз-таки конкретная должность, которая могла по блоку, за который ответственен данный руководитель, вообще-то нести, непосредственно отвечать за этот блок. Теперь получается мы как бы плодим больше безответственных и у президента сейчас пять помощников, четыре советника, девять человек. Вот я думаю, что это стало следствием внутренних межособиц в администрации президента. поэтому опять-таки здесь свою функцию, свою роль могли сыграть олигархи, олигополе, потому что каждый из них пытается влиять на принятие решений, каждый хочет президенту на стол положить ту информацию, которая удобна, вот, и здесь я думаю, что возникли какие-то конфликты в самой администрации президента. Я тоже выскажу свою догадку, там же остались отделы, отделы остались, отраслевые отделы, может быть Тукаев пришел к выводу, что к нему поступает слишком фильтрованная и искаженная информация, и что информация поступающая от советников и помощников, она будет что ли, ну, более такая трушная. Владимир Николаевич, не защищайте президента, на самом деле первый руководитель, неважно, страны, организации частной, если хочет видеть правду и получать полноценную информацию, то он ее будет получать вне зависимости от организационной структуры компании, вот, если есть у него такой запрос. Скажите, а в чем разница между помощником и советником? Владимир Николаевич, и те, и другие ни за что не отвечают, вот, одни помогают, другие советуют. И самое главное, я зашел на сайт администрации президента, у них до сих пор висит старое положение об администрации президента 2008 года, они вот, вы можете проверить, до сих пор не поменяли, и нигде не прописан их функционал, нет вообще информации, вы можете посмотреть, зайти, да, помощник какой-то, вы увидите, что написаны автобиографические данные, где и кем работал, а функционал, за что он отвечает, информации нет, поэтому здесь я гадать не буду. Подведите итог вот посланию, реорганизации и назначения. Наверное, что у меня вызывает отторжение во всем этом, это тенденция к усилению олигарха, то есть та олигополия, с которой Тукаев обещал бороться, она не только ослабла, она еще и усилилась, то есть ее влияние стало еще больше. Вот если посмотреть на фонд развития промышленности, который был создан по прямому указу Тукаева в 2020 году, я посмотрел на их портфель проектов, стоимость в 1 триллион тенге, я увидел, что 80% направлений деятельности это одни и те же олигархи. Вот взять, они прям прописали производство сельхозмашин, кто? Лаврентьев. Производство легковых автомобилей, Лаврентьев, Смогулов, производство автомобильных шин, Лаврентьев, чугунное литье, Лаврентьев, а бытовая техника сейчас это Лаврентьев, вы увидите, что из 1 триллиона тенге, кого поддержали, свыше вот 500 миллиардов это только Лаврентьев, да, и вы, и тогда уже, ну, нашему правительству надо фонд развития промышленности переименовать на фонд развития Лаврентьева. Подожди, Лаврентьев всего лишь один человек, а какая связь между реализациями, назначениями и олигархами, там же ни одна фамилия не Лаврентьев, самое, 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 что ни на есть прямая связь. Один олигарх ни в одной системе не способен охватить столько направлений и отраслей экономики. Это о чем говорит? О том, что он очень долго и очень плотно сращивается с властью. Здесь, и неважно, кто там пришел к руководителям, кого поменяли, они выстроили систему таким образом, чтобы получали все бонусы одни и те же бенефициары. Просто я думаю, что он в новом Казахстане договаривается с новыми людьми, а старая система действует по-прежнему. И в данном случае кадровые назначения необходимы и для них тоже и имеют место быть, потому что ему, тому же Лаврентьеву, нужны свои люди на тех профильных министерствах и министерских портфелях, которые вообще-то им выгодны. Поэтому здесь самая прямая связь, и я вижу, что он только усиливается. Перейдем к теме, которая связана с предыдущей, в частности, с Лаврентьевым. В пятницу вышла такая новость, я процитирую. По мнению экспертов высшей аудиторской палаты, система расширенных обязательств производителей, РОП тот самый, и импортеров через оплату утиль сбора не достигла поставленной цели. Средний возраст машин в Казахстане увеличился до 22 лет, а число машин старше 10 лет выросло в полтора раза к уровню 17-го года. при этом 99,6% от всех утилизационных платежей за прошлый год ушло на поддержку автопрома 259 миллиардов тенге. Аудиторы рекомендовали правительству передать утиль сбор из АО Жасыл Дому в комитет госдоходов. Сажар это что половинчатая победа вашего движения нет утиль сбору? Ведь если эту рекомендацию прибут, то фактически утиль сбор уходит из-под опеки первого вице-премьера Романа Скляра большого друга вашего движения под другого просто вице-премьера он же министр финансов Ерулана же Маубаева. Да, Вадим Николаевич, мы об этом давно говорим, что если казахстанцы оплачивают, то пусть это идет в бюджет. Помните, Тукаев говорил, что вот частная компания ТОРОП аккумулирует все деньги, да что это такое, нужно передать государственную компанию. Хорошо, создали заслудому государственную компанию, а что-то поменялось? Нет, точно так же они кулуарно принимают решения и сами решают, куда направлять эти деньги. И здесь же суть в чем? В том, что людей обманули и каждый казахстанец, который оплатил утиль сбор, считайте 99,6% от суммы, которую он оплатил, каждый казахстанец, эти деньги ушли на поддержку автопрома, а в данном случае Лаврентьева, да, ну, считайте, из 259 миллиардов, около 200 миллиардов львиную долю получил Лаврентьев. То есть, он может работать себе в убыток, да, думаете, власти это не знают? Вы думаете, власти просто так бы отдали такие бешеные суммы какому-то там Лаврентьеву? Я думаю, здесь конкретный интерес нашего правительства, да, об этом нужно говорить, вот, и пусть они отчитаются по этим деньгам. Кто принимал такое решение? Ведь счетный комитет в этом же самом своем отчете, он открыто показывает, что принцип принятия решений непонятен. Как отбираются эти проекты, сам Жаслдаму объяснить счетному комитету не смог. Именно поэтому Жаслдаму для того, чтобы хоть, ой, счетный комитет для того, чтобы хоть как-то контролировать эти деньги, просит передать государству, и это правильно, пусть тогда деньги уходят в комитет госдоходов, лучше пусть это будут наши налоги, чем это будет оседать в карманах олигархов. Смотрите, Сажар, если я правильно понимаю, поправьте меня, если я ошибаюсь, в самом начале создания вот того схематоза по утильсбору конец 15-го, начало 16-го года, стимулирования автопрома вообще тогда же не было, тогда была переработка мусора, утилизация автомобилей, но не их производство, да, вот, создание мусорных полигонов, и так далее. То есть, это тема, которую оседлала Илья Назарбаева, и позже, они, только позже, стимулирование автопрома туда вошло, в эту схему, и как-то они почти пополам делили, да, а сейчас я обращаю внимание, что прошлый год почти 100% утильсбора на автопром пошло. Я правильно все понимал? Да, Владимир Николаевич, правильно понимаете, изначально, когда вводили систему утилизации, лоббировали в правительстве, в парламенте, изначально автопром там никак не сидел. Это были такие отложенные проекты, потому что они понимали, что это вызовет больше всего вопросов и негодования. Это потом только включили автопром целиком, и в том числе стимулирование автопрома. Я так подозреваю, что из 259 миллиардов то, что 99,6% передали автопрому, оставшиеся 0,4% это деньги, которые были потрачены на льготное автоковитование для населения по 4%, понимаете? Которое схопнуло быстро, да? А 99,6% это олигархам, да? И вы знаете, наша экономика вот так и работает, она так и заточена для народа 0,4%, а для олигархов 99,6%. В Казахстане политзаключенных нет. Так говорил Назарбаев, так говорит и Токаев. С ними обоими не были согласны правозащитники и до сих пор не согласны. Причем они отмечают, что политзеки не только достались, так сказать, в наследство Токаеву от Назарбаева, но уже и при Токаеве появился новый отряд его собственных, тех, кого преследуют за политические убеждения. Приведу примеры. Тимур Данибаев стал известен тем, что попытался привлечь к ответственности президента за его слова о нападении на Алматы 20 тысяч террористов во время Кантара. В июне 23 года Тимура приговорили к 3 годам лишения свободы по статье о разжигании розни. 20 тысяч террористов это статья 274 распространение недостоверной ложной информации. Это его нужно судить, не меня. В понедельник стало известно о том, что в Атбасарской колонии Данибаева пытали за отказ мыть туалет. После появления видео с побоями 6 сентября 11 сотрудников этой колонии было решено уволить, но сам Тимур остается за решеткой. Я, гражданин Казахстана, пользуюсь своими конституционными правами, буду себя защищать в рамках закона. Я имею право написать заявление на президента Такаева или на любого другого гражданина, потому что у меня права одинаковые с президентом, абсолютно. Видимо, права не для всех одинаковые. В субботу стало известно, что журналисту Думану Мухаммед Кариму, бывшему кандидату депутата Мажелиса, продлили содержание подстражей еще на месяц, уже на четвертый. Он находится в СИЗО Алдыкургана с конца июня и подозревается по статьям о финансировании экстремизма и участии в запрещенной судом экстремистской организации. Конкретно его в кавычках вина заключается в том, что в интервью с Мухтаром Аблязовым Думан разместил его банковские реквизиты для перечисления донатов. У Думана больные почки, состояние его здоровья под угрозой и на днях он объявил уже вторую голодовку в знак протеста против отказа перевезти его в больничку для лечения. И, наконец, завершается следствие по делу Марата Желанбаева, который возглавил незарегистрированную партию Алга Казахстан после ухода из жизни Жасарала Куанышалина. Марат единственный человек в мире, марафонец, который пробежал все крупные пустыни планеты еще в 90-е годы. Его арестовали 26 мая. На прошлой неделе ему предъявили обвинение по статьям 405, часть 2, участие в деятельности запрещенной экстремистской организации и статья 258, часть 1, как у Мухаммед Карима, финансирование террористической или экстремистской деятельности. Вам есть что сказать? Владимир Николаевич, вот эта вот статья, она настолько тяжелая и страшная, что у человека даже отбирают и им. Понимаете? Этот человек не может устроиться на работу, его не возьмут и он даже не сможет пойти открыть банковскую карточку, он не сможет официально пойти в банк и оплатить за кому-слуги, потому что когда будут забивать его данные, он будет высвечиваться в красной зоне. Это такое специальное наказание властей для тех, кто не согласен с их политикой. Я бы ваш список продолжил еще фамилиями Жамбулата Мамай. Знаете, да, его выпустили, но ему запретили заниматься общественной деятельностью. А смысл? Какая раз, что он сидит за решеткой или дома, если он не может выражать свою позицию, то есть считайте, он тоже политический узник, и, можно, Ржан Альтаева, этот список стал большим. Я не буду вестись на эмоциях, я вам скажу, что я, опираясь на цифры, должен сказать вам, что при Назарбаеве было 16 политических заключенных, сейчас 24. Вот, поэтому давайте вот исходить из статистики, и пусть уже, ну, сами власти делают выводы, когда больше было свободы, при Назарбаеве или при Тукаеве стало больше свободы. Вот, поэтому данные такие. Давайте тут не будем кто лучше, кто хуже, а то... Не будем. И напоследок позитивная новость. Неделю назад в обзоре главных событий я рассказал еще об одном политзаключенном. Это Донат Назарбаев, который получил пять лет колонии за посты в Фейсбуке с призывом вернуть награбленное в Казахстан и против российской агрессии в Украине. 12 сентября у него наступает срок для обращения за условно-досрочным освобождением УДО. Но для этого нужно было погасить сумму по приговору суда, которая взыскивается в пользу государства. Эта сумма составляет 2 миллиона 61 тысяча 400 тенге. Таких денег у жены доната Алины Мазбаевой не было и она объявила сбор донатов. На 31 августа было собрано чуть более 850 тысяч тенге. 3 сентября я разместил в эфире Гиперборея реквизиты Алии для отправки ей донатов. И 7 сентября активист Альнур Ильяшев, который помогал Алие, сообщил, что необходимая сумма в 2 миллиона с хвостиком уже собрана. А перед самым нашим эфиром мы пишемся в субботу вечером, Альнур выложил такой пост. Благодаря друзьям Доната Намазбаева а также подписчикам ютуб-канала Гиберборей за неделю была собрана необходимая для оплаты судебных издержек сумма по его приговору. Вчера, то есть в пятницу, я сопроводил Алию Намазбаеву в банк для взноса этой суммы на счет ЧСИ, это частный судебный исполнитель, который должен предоставить необходимые документы в его лагерь и адвокату. После чего Жанара Болгобаева, очевидно это адвокат, начнет готовить документы для подачи ходатайства в суд на его освобождение. Семья и друзья Доната выражают огромную и сердечную благодарность каждому дарителю, принявшему участие в этом процессе. Уважаемые зрители, передаю вам эти слова благодарности. Надеюсь, Донат скоро выйдет на свободу, пусть и на условно-досрочную. Вот видите, хорошей новостью начали выпуск, хорошей закончили, сплошной позитив, а еще почему-то кто-то обвиняет, что у нас тут только негатив. Вы вообще не найдете большего жизнелюбия, чем я. Хе-хе. Спасибо вам, Санжар, за обзор. Спасибо, Николаевич. До встречи. Пока. Ну а у вас, уважаемые зрители и слушатели, призываю подписываться на YouTube-канал Санжар Бокаев и другие социальные сети нашего гостя. Подписывайтесь на канал Гиперболей. У нас уже 308 тысяч подписчиков. Нажимайте на колокольчик, будете всегда получать уведомления о каждом нашем новом выпуске. Ставьте лайки, пишите комменты, делайте репосты. И всегда в конце каждого выпуска я выражаю вам искреннюю признательность за вашу поддержку и финансовую и моральную копку Рахмет. Огромное всем спасибо. Мы делаем Гиперболей вместе. Донаты послать очень просто. На номер телефона, на номера банковских карт Халык и Каспий Голд, на Каспий и Пэй, перед вами на мониторе QR-код, который вы сканируете с помощью мобильного приложения Каспий, а зарубежные подписчики нас поддерживает по системе международных переводов PayPal. Ну, а я с вами на этом ненадолго прощаюсь. Сау-бонус-дар! А ну, давай-давай скорей оцени новый выпуск на Гиперболей. Грей-грей-грей Гиперболей Грей-грей-грей Это супер!